Всем привет! Еще в прошлом году я затеял несколько проектов из комплектующих от старой микроволновки. Но, как это часто бывает, в какой-то момент забил на все и возобновил работы только через год. Из деталей старой микроволновки можно сделать много чего. Например, нижний подогрев, всякие опасные поделки на основе магнетрона, которые мы сегодня рассматривать, конечно же, не будем. Ну и, пожалуй, самая популярная конструкция – аппарат для контактной или точечной сварки аккумуляторов. Именно конструкцию такого плана я сегодня буду презентовать. Притом, важно заметить, что аппарат этот будет полностью самопальным. То есть, никаких готовых плат с Али использовать не будем. А еще, что немаловажно, это полноценная контактная сварка с достаточно навороченной схемой управления, которая дает возможность регулировать как время сварки, так и ток. Такие платы на Алиэкспресс можно купить, но, поверьте, самоделка ничем не будет выступать, да и затраты небольшие. Основой для данного проекта прослужил вот такой трансформатор от старой микроволновки. Заранее с трансформатора была удалена вторичная обмотка и обмотка накала, оставлена только первичка. Новая вторичная или силовая обмотка состоит из четырех витков. Для намотки был использован многожильный медный провод с течением 16 квадратов, и намотка делалась двойным таким проводом. Количество витков вторичной обмотки, как уже сказал, четыре. После намотки трансик нужно проверить на работоспособность. На вторичной обмотке этого трансформатора напряжение составляет около 3,7 вольт. На выводы обмотки были запаяны луженые медные клеммы, которые приобретены в строймагазине. Конечно, проще обжать их, чем запаять, но когда под рукой мощный паяльник, процесс лужения проводов 16 квадратов превращается в одно удовольствие. Далее начались поиски корпуса, и под руки попал корпус от нерабочего сварочного инвертора. Сам по себе этот инвертор был не ахти, но корпус отлично подошел для данного проекта. Клеммы прикручены к байонетному разъему сварки, и с этой частью почти все готово. Конструкция была дополнена 15-амперным выключателем и сетевым предохранителем. Плата управления. О том, как она работает, я уже снимал видео. Ссылка, если что, в описании. Эту схему я разрабатывал достаточно давно, и на мой взгляд, она довольно неплохая и имеет много плюсов. Во-первых, она полностью аналоговая. Никаких микроконтроллеров. За управление отвечает старый добрый таймер 3 пятерки. Нажимаем на кнопку, и таймер генерирует одиночный импульс определенной длительности или времени, которое задается указанным резистором. Этот резистор определяет время сварки, которое может быть в пределах от 50 до 550-570 миллисекунд. Промышленные варианты таких сварок умеют генерировать серию последовательных импульсов, что обеспечивает более качественную сварку. Но и наш вариант очень даже неплох, и может качественно сваривать между собой, к примеру, никелевые ленты и так далее. Важно выбрать правильное значение выдержки и тока для конкретных задач. Таймер управляет оптосимистором, а тот в свою очередь силовым симистором БТА-41600. В этой части схемы реализован силовой симисторный коммутатор, который включает трансик от микроволновки на определенное время. Плюс ко всему это не просто коммутатор, а фазоимпульсный регулятор мощности, который может регулировать мощность на трансформаторе, а следовательно и сварочный ток. Технически мощность можно регулировать от нуля до 100%, но в моем случае нижний предел выше нуля. Регулировка осуществляется фазоимпульсным методом и основана на отсекании частей синусоидального сигнала. Чем больше отсекается синусоида, тем меньше мощность и наоборот. Симистор будет работать в ключевом режиме, и учитывая кратковременную работу, нагрев на нем не будет ощутимый. Но радиатор все же нужен. Важно заметить, что независимо от того, как долго вы удерживаете кнопку в нажатом состоянии или быстро отпускаете, время сварки будет неизменным и зависит от положения переменного резистора. На плате управления есть пищалка, она же активный бузер, а также и светодиод. Оба этих компонента работают только в момент сварки, обеспечивая визуальный контроль процесса. Сама печатная плата заводская. В описании я оставлю ссылку на полный архив. Скачивая его, найдете два файла платы. Один для изготовления плат дома в формате Lay. Другой для заказа плат на заводе. Этот файл с названием Gerber не нужно распаковать. Просто загружайте на сайт нашего спонсора компании GLCPCB, выберите толщину платы, цвет паяльной маски и прочие опции. Либо можно ничего не трогать и просто оплатить партию плат из пяти штук и все дела. Через некоторое время вы получите высококачественные фабричные платы, которые радуют глаз. Ссылку на сайт компании GLCPCB найдете в описании. Плата двухсторонняя и на ней все подписано. С подключением проблем не должно возникнуть. Замечу только то, что силовые сильноточные дорожки необходимо армировать медными проводами и обильно залудить. Для питания данной платы нужен слаботочный низковольтный источник питания. Притом можно использовать как источник постоянного тока, так и переменного. Ибо выпрямитель со стабилизатором напряжения уже имеются на плате управления. В моем случае использован сетевой маломощный трансформатор, который выдает несколько вторичных напряжений. Вторичных обмоток у этого трансика две с отводами. Они аналогичные. Одна из этих обмоток, выдающая порядка 9-10 В, питает систему управления. Другая питает 12-ти вольтовый вентилятор охлаждения. Для питания вентилятора внедрен готовый мостик со сглаживающим конденсатором. Эта часть смонтирована навесным способом. Электроды. Я совсем забыл указать, что мой агрегат предназначен для сварки аккумуляторов никелевой лентой. Но сама конструкция универсальна. К байонетам можно подключить иные насадки для сварки всяких разных железяк. В моем же случае нужно было соорудить специальную насадку с электродами, которая бы обеспечивала качественную сварку аккумуляторов. Каркас или держатель электродов был напечатан на 3D принтере. Файл для печати я нашел в сети. В описании будет ссылка. Китайцы продают готовые штуки такого плана, так что их без проблем можно купить. Этот держатель довольно удобен. Обеспечивает хороший прижим электродов, а также в своем составе содержит микропереключатель или кнопку без фиксации. Работает это следующим образом. Прижали электроды к никелевой ленте, далее надавили на держатель, и в какой-то момент рычаг нажмет на микрик и произойдет сварка. Эта часть состоит из двух медных прутков. В моем случае это луженый прут с диаметром порядка 5,6 мм. Пары прижимных пружин, медных гильз, микропереключателя и двух направляющих валиков, они же стопорящие. На пруте с одной стороны припаяны медные гильзы. Те в свою очередь имеют пару сквозных отверстий. Первая из них имеет резьбу и предназначена для фиксации электрода. Вторая без резьбы для стопорящего валика. С другой стороны на прутье надеты электротехнические латунные клеммы, в которые вставляются силовые провода и прижимаются винтом. Для увеличения плавности хода подвижные части конструкции смазаны силиконовой смазкой. Силовые провода медные, многожильные, с сечением 20 квадратов. Важно правильно выбрать их длину. Слишком короткий провод будет неудобен и малоподвижен. На длинных же проводах будут большие потери. В моем случае оптимальная длина каждого провода составила порядка 45 см. Меньше неудобно, так как провода жесткие. В случае использования более гибких проводов их длину можно уменьшить, тем самым снизив потери и увеличив максимальный ток сварки. Электроды изготовлены из тех же медных прутков. Они согнуты под небольшим углом, а их кончики заострены. Кнопка подключается через разъем, который выведен на лицевую панель. При желании туда можно подключить, к примеру, педальку. Туда же на лицевую панель выведен светодиод индикаций. По завершению всех работ аппарат необходимо наладить. Ну, как наладить? Просто сделать шкалу мощности или тока, а также шкалу выдержки. Для этого приклеиваем чистый лист бумаги возле регуляторов. Далее берем осциллограф, ставим регулятор выдержки на минимум, жмем кнопку, записываем длительность имбульса на шкале. И так в нескольких положениях регулятора. Шаг к градуировке на ваше усмотрение. То же самое нужно сделать в случае регулировки мощности. Эту шкалу можно отградуировать как в процентах, так и в амперах. Для изготовления шкалы тока вам понадобится мощный токовый шут с током от 50-100 ампер и мультиметр с функцией MinMax, а еще лучше осциллограф. В моем случае использован 75-амперный шунт с падением в 75 милливольт. Его сопротивление составляет 0,001 Ом или 1 милливольт. Силовые провода замыкаются шунтом. Параллельно шунту подключен мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Тут важно, чтобы мультиметр был быстродействующим со скоростным АЦП. В моем случае это мультиметр-регистратор данных. Кстати, если ваш мультиметр имеет режим Auto Hold, то можно воспользоваться им. Перед началом эксперимента выдержку ставим на максимум. Далее жмем кнопку и мультиметр фиксирует падение напряжения на шунте. Повторяем этот процесс в разных положениях регулятора мощности. Записываем полученное значение в вольтах. Далее по закону Ома легко рассчитать значение тока. После этого создаем основную шкалу со значениями уже в амперах. Минимальное значение тока, как вы могли заметить, составляет 120 А. Максимальное же порядка 720 А. Но это истинное среднеквадратичное значение. TrueRMS. Пиковое значение доходит до 2000 А. Наш аппарат готов. Остается только испытать его в деле. ТОРМОННЫЙ ТОРМОНЫЙ 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 ТОРМ Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. А в остальном все отлично. На этом видео подходит к концу. Я напомню, что все необходимые ссылки, как всегда, найдете в описании. Не забываем оценить ролик, делиться им в соцсетях и так далее. Ну а сегодня у меня все. С вами, как всегда, был Касьяна Ка. И до новых встреч. Пока.